Очень важная тема, и мне кажется, на уровне молодцы, что собрали такую дискуссию, потому что очень важен наш с вами интеллектуальный дискусс, который, я уверен, не остановится ни на прошедших встречах, которые уже были посвящены этой тематике, ни на предстоящих встречах, которые тоже будут посвящены этой тематике. В частности, 21 апреля с полкой Robotics, приезжайте, смотрите. Там, правда, пока нет, не заявлено на вас ничего связанного с англо-тематикой, но я сейчас слушаю доклады и понимаю, что, может быть, мы что-нибудь придумаем. Но я не уверен. Из того, что, из моего собственного опыта, который я имею из, как бы сказать, из трекшена, да, с проектами, которые к нам приходят, из того, что я сейчас услышу, из того, что я сейчас вижу, я четко понимаю. А, и главное, нашего с Виталием Савельевым, с Авророй успешного опыта единственного защищенного проекта, например, в Тонете, да, мы знаем вообще, чего здесь нужно, по крайней мере, я имею в виду оси вот ровно в этой комнате. Мы понимаем, чего хочет от нас государство, и я позволю себе просто несколько такую рефлексию небольшую относительно того, что, собственно говоря, от нас хотят, потому что, на мой взгляд, некоторые из вас идут другим курсом по отношению к тому, что, по крайней мере, сейчас необходимо. Значит, первое, конечно, это рынки, потому что, если вы ориентируете ваш проект, ваши мысли, ваш интеллектуальный дискурс, который у вас есть, на отечественный рынок, чего бы то ни было, вы не там вообще, да. Это не то, в принципе. Только международные рынки, только глобальные рынки и только те рынки, которые сейчас не существуют. Ну, или существуют в зачаточном виде. Перспектива этих рынков должна быть 10-15 лет. С чего началась национальная технологическая инициатива. Владимир Владимирович попросил посчитать, а что будет, как страна будет отвечать на вызовы в 10-15 летней перспективе. Правда, это было 3 года назад, но, тем не менее, задача все еще актуальна. Поэтому прислушайтесь к этому, честно. Я прошу, 10-15 лет должна быть перспектива таких рынков. Потому что, если вы говорите про рынки вчерашнего дня, сегодняшнего дня, там, наши замечательные отечественные агрохолдинги, которые с их промезанами могут получиться делать. Ну, правда, это не про то. Просто. Это Минсельхозпром, туда за поддержкой. Точно не про НТИ, точно не про сколку. Честное слово. Значит, вторая вещь. Мне кажется, дискурс, который связан, дайте нам еще чуть-чуть от государства. Мы выиграли конкурс в Минсельхозе, там еще подали по списку. Это все ваши прекрасные достижения, но они точно ни к капиталистической экономике, ни к бизнесу никакого отношения не имеют. И те примеры, которые мы видели, когда люди рассказывают, как, например, Геоскан, глубоко уважаемый, относительно того, как он сотрудничает с агрохолдингами, намного интереснее, чем просто все, что есть связанного с еще с одним программой, федеральной целевая программа, там еще чего-то там и так далее. Это все тупик. Я просто сразу это предупреждаю, это не про бизнес. Я ни в одном из докладов, которые у нас были, очень интересные доклады, но ни в одном я, к сожалению, не услышал того, что является главным, по крайней мере, для меня лично, потенциального инвестора, как для сколку, потому что мы постоянно об этом спрашиваем, и в целом, наверное, для любого инвестора. Это, а где интеллектуальная собственность? В чем вообще вы, в чем будете потом патентовать? В чем критическое ноу-хау, неповторимость вашего проекта? Вот это вот в чем? Вот это я не услышал, но, возможно, это просто осталось за рамками этой дискуссии, потому что, может, времени нет, там, еще чего-то, но, честно говоря, мне вот это представляется самым важным, когда мы говорим про технологии, мы всегда говорим про интеллектуальную собственность. Потому что, если вы не сказали, что будете патентовать, значит, вы, в принципе, ничего не сказали, потому что сложная схема в PowerPoint повторяется за примерно 25 минут, особенно, а сейчас можно сфоткать и потом это тоже повторить. Значит, я, к сожалению, прогустил презентацию моего друга Виталия, но я уверен, что всегда лучше показывать видео, чем просто показывать слайды. Виталий, показывай видео? Ну, да, я не сомневаюсь. Всегда показывайте видео, которое у вас есть, даже как он летает, потому что все равно не лишний раз посмотреть, как летает эта штука, да, даже если все знают, как она летает, или ездит, или что-то еще. Потому что, если только показываете фото, ну, да, фото тоже хорошо, это лучше, чем PowerPoint-овские квадратики. Но, мне кажется, всегда демонстрация того, что вы сделаете, она побьет тысячу PowerPoint-овских слайдов с прекрасными ссылками на федеральные цельные программы. Значит, следующая вещь, которая, конечно, для меня лично кажется очень важной, это, а кто вас отрецензировал, иными словами. Вот, я не то, что мне там, я люблю очень сколково, да, я там работаю, зарплату получаю, но одна очень важная черта нас отличает от всех остальных. У нас честная, неподкупная экспертиза, там ничего нельзя подкрутить вообще, в принципе, ничего нельзя. Значит, поэтому, когда к нам приходят люди, у нас отказывают по проектам, очень часто, к нам очень редко попадает проект с первого раза. Значит, и когда люди попали в колку с экспертизой, значит, вот кто-то вообще сказал, что у них более-менее нормальная идея, более-менее. Вот это вот независимое лицензирование, то, что называется в науке peer-reviewed, да, оно очень важно, потому что оно говорит о том, что у вас есть какой-то там большой горизонт, вы делаете правильные вещи. Ну, по крайней мере, независимые эксперты считают, и это не нанятые чиновники вообще в одном министерстве. Значит, то, что я сейчас слушаю, особенно в презентации гиоскана, я понял, что нам нужно. Я не знаю, нужно это НТИ, не знаю, но это точно совершенно моя личная идея, что в принципе, нашим следующим действием, вот мы сейчас пошелчили замечательные удельные параметры, которые были у гиоскана, у агро-работикса, мне кажется, были какие-то удельные параметры. Я понял, что нужно в НТИ, по крайней мере, это в 10 раз это улучшить. Вот если мы технологии, на которые мы просим госденеги, мы можем это улучшить в 10 раз, потому что показатель агро-работикса, который я видел в отношении денег, по крайней мере, ну там, типа, в полтора раза подешевле, единственное, что я заметил, вот если в 10 раз уменьшить, это было бы круто. Это действительно ради этого стоит жить, там, работать и так далее. А вот в полтора раза это как-то, мне кажется, не очень. Может, на перспективе, там, год-полтора это работает, но я боюсь, что это не ответ на вызовы, потому что такие вещи, я понимаю, сейчас начнется там уберизация, да, все это слышали, но в реальности это очень сильный тренд радикального... Американские показатели, это не наш, а у нас намного больше. Да, я верю в вас очень хорошо, это прекрасно, но радикальное удешевление всего, улучшение какого-нибудь показателя в 10 раз, это верный путь к тому, что вам настоящий капиталист-инвестор даст денег. Не государство, не ФЦП, а вот те капиталисты, которые могут поверить. Потому что если вы делаете это в полтора раза, в целом не ищите инвестиционных денег, ФЦП и все прочее. Значит, почему? Потому что наши заокеанские конкуренты, которые вы упоминают, ну, в частности, DARPA, знаете, у них есть такой замечательный подход, который я очень люблю, он называется End of the Game Approach. Знаете, что это такое? Это означает, что мы вырабатываем ту технологию, которая просто останавливает дальнейшую технологию игры. Все, там больше разрабатывать нечего. И вот я боюсь, что те технологии, которые сейчас наши заокеанские коллеги разрабатывают, они идут по пути не улучшения чуть-чуть, там, быстрее это сделать, там, полтора-два раза, а радикального изменения технологического ландшафта, такого, что потом, когда они это сделают и прокажут эту рынку, мы все разведем руками и скажем, надо заняться чем-нибудь еще. Я вот честно, я вот этого больше всего боюсь, да, потому что если это сделать сейчас без оглядки на то, что делают там заокеанские коллеги или европейские коллеги, очень много кто занимается темой беспилотников. И последнее по, наверное, формату презентации, ну, то есть мне, чтобы все понятно, все это очень интересная презентация, безусловно, но очень, конечно, хотелось бы слышать все-таки why, what, how, потому что я ни разу это не услышал, в конце концов, чем мы, в конце концов, собираемся добиться и как мы будем зарабатывать на этом деньги все вместе. Ну, опять же, возвращаясь назад, это капиталистическая дарвинистическая экономика, да, и это, мне кажется, каждый слайд только надо через эту рефлексию пропускать, относительно того, что это капитализм. Все, спасибо большое. Мне кажется, надо похлопать, прежде всего, организаторам. А, если, спасибо большое.